Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни. Я говорю, Саш, ты сумасшедший. Ну если тебе пару миллиардов некуда деть, ну ты скажи. Ну мы что-нибудь, по крайней мере мы гульнем и так далее. Мы сейчас подъедем туда, и я расскажу, как один раз они выручили весь Васильевский остров. Они по нам проехались, били как конь копытом, мы еле унесли ноги. То есть если мы дрались, то эти били по-настоящему. Лютый мне сказал, если вы еще раз Кровычука заденете, он гений, он с меня спросит. Значит так, гавань начала вас бояться, а гавань должна бояться только меня. Вы поняли? Сколько раз я приезжал на бывший стадион, где там сейчас Ють все застроил, и мы тренировались там всякие венчуни-тайдусуани много-много-много лет. И я хотел купить здесь квартиру, присматривал все это, потому что строительный треск строил. Тогда это были каких-то просто адовых денег для меня, в итоге на Васильевском острове я так и не поселился. А вот Евгений, Евгений с района, мы сегодня на районе, на его районе. Евгений Вашенков, у нас уже вышло два выпуска, меня утрахали вопросами, когда, 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 когда. Вот, вот оно настало, да? Ну что, тебе флаг в руки. У темных девяностых к светлой шпане. И надо сказать, что слово шпана забытая абсолютно история. Шпана это не про тех, кто вырывает сумки у пенсионеров, бьет стекла просто так и так далее, и так далее. Это абсолютно субкультурная вещь. Вот. Павел лучше меня знает. В 20-е годы в хулигане было что-то революционное. Даже были советы советских хулиганов, да, и так далее. Вот. Поэтому это не отголоски. Значит, мы находимся на очень важном месте. Сейчас это Ново-Андреевский мост пешеходный. Вот. Почему он Ново-Андреевский, вы посмотрите. Знаете, когда-то в 60-е годы на Васильевский остров и остров Голодаев, он же Декабристов, два моста только было, да, около кладбища из девятой линии. Этого моста не было. Поэтому все обходили, объезжали и так далее. И вот однажды инженер Балтийского завода Андреев сам взял какие-то данные. Железо и так далее, и так далее. Сам построил мост. Он был... Вообще, насколько я знаю, это он для дочки своей. Да, да, да. Чтобы ей было удобно и так далее. Вот. Я уверен, что на Балтийском заводе даже что-то есть в архивах. То есть он был шириной в два раза меньше. Вот как тень. Это было такое лютое пролетарское железо. Вот. И он всех спасал. Но тем самым он сделал такой контрольно-пропускной пункт между шпаной Гаванской, потому что эта гавань начинается, и между шпаной Голодаевской. Их называли голодными. Ну вот. Потом уже построили вот этот вот колоссальный дом, он назывался Китайской стеной. И там была такая самая мощная группировка, их называли китайцами. И это называется делили асфальт, да. То есть как бы договорились сразу, что одни не ходят туда, другие не ходят сюда, а я жил на той стороне. И так вышло, что мама переехала на эту сторону, в гавань. Некуда деваться. То есть говорить о том, что как бы это была ошибка молодости нельзя, потому что как бы я себя уважал пацаном еще там первоклассникам. А нужно уже за них было стоять. И в общем-то ситуация была безвыходная. Но меня спасло то, что старшие гавани договорились со старшими голодными о том, что они объединяются для того, чтобы противостоять линейщикам и проспектовым. Это очень важная вещь. И как бы мы... Ты расшифриваешь, что линейщики это линии? Да, линейщики это линии, проспектовые это большой проспект, там средний проспект, малый проспект. И здесь можно было видеть такую картину. Значит, это не говорит о том, что 24 на 7 стояли, да? Ну, допустим, кто-то идет и там навстречу там, опа, куда направились. То есть у этого такая молодежная забава. Там был такой старший Булка, здесь был старший Кузя. И все это жило такой жизнью прекрасной и так далее. Сборы были за китайской стеной, там сборы я покажу, где были. И так формировалось вот это... Их называли в документах милицейских группировщиками, ватагами и как угодно. Это вы про какие годы сейчас говорили? Это конец 60-х уже, конец 60-х, начало 70-х годов. Но это была важная история, потому что было таких... То есть один лифт был, это тот, если ты хорошо учился, либо играл на скрипке, как бы, да? Это было такое меньшинство, стремящееся к нулю. Были те, кто по каким-то причинам жил там, ну, родители были серьезные, да? Там они о нем заботились. А все остальное, либо ты на улице, называется, мотаешься, да? Либо ты не на улице. Если ты на улице, то каждый вечер ты должен приходить, что-то делать. То в аптеках, допустим, давали задание молодым украсть гематоген. Или в хозяйственном магазине огромный кузок хозяйственного мыла. Это было абсолютно бессмысленное занятие, но как бы в этом был форс. А старшие, это были те, кто уже давно стоял на учете, или даже те, кто сидел по малолетке, то есть приблатненные. Про блатных слышали, но это что-то было такое там... Да, это Марс. Да как в Кремле, да? И если ты не курил, как бы не ходил со всеми, не свистел, не дрался и так далее, и так далее, то это как, наверное, в негритянских кварталах, что если парень не играет на гармошке и не ходит в определенной одежде, с ним дружат девочки, да? То есть это вот так было. Поэтому вот эта история, она просто набита какими-то событиями. Притом 60-е отделение милиции стояло примерно в 100 метрах отсюда. Там сидели менты уже. Они прекрасно это все знали. Это очень сильно напоминает мне историю на севере Муринский ручей, то же самое. Берега, с какого берега. Это, конечно, гораздо позднее. Я застал. Да, и вот эта жизнь, дворовая жизнь, она была... То есть сейчас, сейчас же самое главное у родителей, не пускай на улицу, на улице там что-то такое плохое и так далее. Так даже не было, это было невозможно. Все жили на улицах, родители работали иногда в две смены, кто-то сидел с какими-то детьми маленькими и так далее, и так далее. То есть это была совершенно другая жизнь. Поэтому и потом со шпаны, если кто-то уходил в спорт, допустим, да, то вот как я, да, уходил в спорт, то, в общем-то он там, ну, спасался, грубо говоря. А так, конечно, портвейн, сигареты и так далее, они в одну сторону все-таки. Ну, а были какие-то, вот, запланированы стенка на стенку? Это я расскажу. Это были на столе. Здесь были, здесь катки. Здесь же были катки такие, да, такие советские, да, и собирались, разумеется, на катках, да. И, ну, такие, очень много было таких правил, которые откуда-то приходили, старшие говорили. Первое правило, я сейчас удивлю, было такое. Вот подходишь там, сидят, портвейн пьют там, ну, там, 18 лет, а мне 8, дистанция, да, то есть там, подходит. И хочешь показать, что ты, как бы, ты тоже такой. И вот мат, перемат какой-то, ну, что ты, как у пивларька ругаешься, говори по-русски, понимаешь, как бы, да, то есть вот это первое правило. Потом не откликайся на «эй», да, вот это «эй» тебя зовут, не откликайся. Потом, значит, если, то есть ты проиграл тогда, когда убежал, то есть тебя начали бить, а ты убежал, ты проиграл. А если тебя начали бить и побили, ты не проиграл, ты остался на месте, да, то есть это вот такие были. И такие сцены были следующие. Я помню, мы подходим к старшим и говорим, слушай, там такая история, значит, мы там сидели на скамейке, там, что-то втроем, там, подошли какие-то с того двора, там, что-то такое, дали поплеухи, значит, и там, и прогнали. Слушайте, а он говорит, так вы уже проиграли. Он говорит, как? Ну, говорит, вот если бы вы пришли бы избитые, но остались бы на скамейке, мы бы за вас впряглись, а так-то чугает с вами разговаривать, да. То есть это вот были вот такие вот, ну, если не ежедневные, то еженедельные какие-то разборы, какие-то ситуации, вот. Поэтому не было ситуации пожаловаться, а вот объяснить, в какую ситуацию ты попал, да, как это, да. И вот тебе, значит, это объясняли, да. И это считалось каким-то уважением, да, там, наверное, в очередь было стоять, да. Понятно. Какая следующая у нас точка? А, а следующая точка у нас легендарный 37-й, 37-й отделение милиции, где как раз, который собирал всю гаванскую шпану, и там был совершенно фантастический человек. Ну, ладно. Друзья мои, мы сейчас прервемся, потому что мы туда перемещаемся. Да, пешком не находишься. Да. Вот это какое-то полузаброшенное здание сейчас. Конец 60-х, 70-е, 80-е годы. Давай, мы просто все время встанут. Мы находимся, получается, между... Да, мы находимся между Гаванской улицей и между Карташихина. Вот. Здесь Малый проспект Васильевского. Это все район гавани, так называемый, да. Васильевский делился на гавань, да, мы говорили про голодай, примкнувший к нему. Потом на линейных и проспектовых, это уже туда. Значит, это 37-е отделение милиции. Не было пацана в гавани приличного, который бы не заходил в эту дверь. Это было не... То есть, если ты там не был, а что ты делаешь на улице, да. Вот. Это такое НКВД. И если меня в любом состоянии, а прошло... Разговорация, 50 лет. 50 лет прошло. Вот в любом состоянии, где бы я ни был, спросить. Опер по делам несовершеннолетних. Я скажу, Дьяков Вячеслав Михайлович. То есть, вот, я даже могу, господи, прости меня, президента перепутать. Дьяков Вячеслав Михайлович, я не перепутаю. Это было что-то такое. То есть, фамилия Дьяков, это была такая вот Берия. Дьяков идет, да. А здесь вокруг катки и так далее. Как он выглядел? Ну, для нас это уже 30-летний, да. То есть, для нас это такой рысь такая, волчара такой. И это вот сегодня, ой, там кого-то там толкнули. Ой, там учительница... Да, да, вот и мамашечки все там, понимаешь, там... Учительница сказала, что нужно вымыть пол. Все, Александр Бастрыкин, следственный комитет. И так далее, и так далее. Вот. Ну, так же это работает. Вот. Тогда, вот, Дьяков, и он... Сейчас я покажу. Он был таким... То есть, вот он идиот, и вот где-то метров за 50... Дьяков! Все куда-то. Притом и старший тоже. Он такой... Да не такой, среднего роста, такой черный, такой плотный, да. То есть, ну, с выражением лица, опытным таким. Видел все, перевидел. Его задача была, ну, по каким-то инструкциям нас воспитывать, вот, кое-кого и убирать с пробега. Вот. И мы выставляли... Какие куртуазные фразы вы употребляете, Евгений. Пост. Вот здесь вот всегда были какие-то качели, разумеется, другие. Всегда были. И порой малолетки, такие, ну, совсем уже, там, 7-8 лет, они качались на этих качелях. Вот. И вот два окна, следующие два окна, второй этаж, третий, четвертый окно. Это его кабинет. И вечерами здесь выставлялся пост, вот, чтобы смотреть, значит, гаснет свет или не гаснет свет. И если свет – газ, то они, значит, знали, где он живет. И если он шел к, там, на место силы, к морвокзалу, либо на катки, они должны были бегом придут, Дьяков идет и так далее. Вот насколько вы понялись. И его такая, такой символ его, да, оно в следующей речи. Я помню, как он собрал нас на катке. Ну, как, мы пацаны, да, там, старшие, 14-15 лет. И вот мы сидим все, значит, слушаем, и он подходит, и вот дословно, значит, так, гавань начала вас бояться. Так, пауза, умел держать. А гавань должна бояться только меня, вы поняли? Вот, вот это воспитание. И когда заходишь к нему в кабинет, здесь стоял такой огромный сейф, и между сейфом и стеной, ну, там, сантиметров 80. И если уж совсем плохая ситуация, то все понимали, надо зайти вот так вот, и вот так раз, и вжаться между сейфом, чтобы он не достал. Кулаком он не бил, но плеуху мог повесить. Ирония жизни, которую никто не придумал, никакой ни писатель, ни, который не жил, ни кинематограф, так вышла, что когда я пришел в уголовный розыск, первый мой кабинет был его. Да ты что? Первый. Меня поставили временно операм по делам несовершеннолетних. Первый. Притом поставили умышленно, понимая, что я все знаю. Ну вот. И как бы это была такая, вот, то есть, а я знал его кабинет, я очень хорошо знал. И я так сел на место Дьякова так. Теперь я Дьяков, то есть, как бы, да, теперь я Берия, да, и так далее. И играем конец. Лет там 15 назад, то есть, это уже новейшее-новейшее время. За каким-то дьяволом, а я здесь рядом живу, мне звонит опер, и говорит, слушайте, так и так, Евгений Владимирович, не могли бы вы прийти. Я говорю, что надо-то? Ну, придите там, делайте. Я захожу, и я захожу в окей, в окей, он сидит на месте Дьякова, на моем месте. И он задает какие-то идиотские вопросы, ну, там, недостойно внимания. А мне так интересно, эта сцена, да? Я говорю, вы знаете, я говорю, я обладаю некими способностями, которые вам даже неведомы. Он говорит, это какими? Я говорю, вот я же в вашем сейфе никогда не мог не лазить, ничего. Он так, и что? Я говорю, если вы на вторую полку положите пальцы, то увидите там много-много пластилина, потому что она немножко отлипает. Он так на меня звук, так кладет и видит этот пластилин. А этот пластилин уже в такую смазку превратился, а мы его прилипали, как бы, и он мне ничего не сказал. Интересно, что он подумал. Вот такая. Что же Дьякова осталось? Да, ну, там, прожил свою милицейскую жизнь, я его там не отслеживал никогда, но вот он остался в памяти шпаны вот таким Дьяковым. Ты сколько проработал здесь? Я здесь очень быстро, буквально несколько месяцев, потом меня в 16-е перекинули, подойдем, сыграем там. Вот буквально один вопрос. Когда ты здесь работал, уже что-то поменялось? Я пришел в 85-м году, значит, поменялось. Вообще, была традиция, вот вам подойдем, скажу. Слышь, каждый 5-е мая, каждый 5-е мая, Василиостровские дрались с Петроградскими. 5-го мая, каждый 5-е мая. Почему 5-го мая? Это науке неизвестно. Вперед на исторический факультет. Вот, пускай докторская. Единственное, что я, значит, когда открыл интернет, когда мне это интересно, что 5-е мая 46-го года, это было воскресенье. Что это значит, я не знаю. И последняя драка была в 79-м году между Петроградским и Василиостровским. И потом эта традиция прервалась. Может быть, потому что 80-й год Олимпиада, что-то такое усиление было. Может быть, поэтому... Знаешь, это такая тенденция вообще гороскопа, потому что у нас тоже, вот, я не застал, но нам рассказывали про эти истории, как вот берег на берег сходились и дрались, и потом это прекратилось. То есть, как бы, вот, что-то, то есть, ну, какое-то вот, какое-то новое, новые элементы цивилизации пришли, да, и это рассылось. Потом, то есть, вот это мир группировщиков, да, вот, он, вот, он как-то к 80-му году затих, и потом это уже, то есть, что, ну, то есть, это меньше было стало, меньше-меньше-меньше, а сейчас, так, 15 минут уже во дворе ребенок гуляет, сейчас его педофилы на него нападут, потому что разных сторон и так далее. Вот, и, значит, ну, ну, как, вот, я сегодня одел, вы не заметили, я одел расклешенные джинсы. О-о-о! И, а теперь, внимание, любой берет и покупает себе, даю в течение месяца расклешенные джинсы. Во! Нереально! Да-да-да-да. Они не сшиты, они куплены, нереально. А, значит, но, я думал одеть кепку сегодня, но, но не одел. Почему? Потому что кепка – это удел старших. Мы, значит, там, внизу, да, мы не имели права ее носить, поэтому, как бы, я без кепки. Вот, но принцип такой – это расклешенные джинсы. Это, ну, советские кроссовки так не назовешь, это за 3 рубля такие, как кеды, да, кеды, расклешенные джинсы, какая-то рубашка. И ты ждешь, когда тебе можно будет носить кепку. А с какого момента ее можно было носить? А это уже где-то с, ну, там, где-то с 14-ти. Ну, если ты особо способный, либо в драках был готов на многое, то уже, там, с 12-ти. Понятно. Какая наша следующая точка? Еще к морвокзалу поедем. Да, да, это… Его, кстати, же спасли, его же хотели сносить тут, слава богу. Ну, все, значит, едем на морвокзал, друзья, поехали. К садику, ну, ну, к садику. А сейчас за мной сейчас прям поедете. Это у нас угол Большого проспекта Васильевского и, соответственно, на Личной улице. Вот этот садик, это место силы, то есть, как бы, здесь заканчивалась гавань, но с другой стороны здесь она начиналась. И, а где собираться к гаванским? Ну, разумеется, около морвокзала, потому что, как бы, остальное все в камышах на Финском заливе, да. Тогда еще только-только Прибалтийское строилось. Вот, поэтому, как бы, здесь, ну, там, раз в неделю, раз в две недели были, там, ну, так называемые сборы. Все знали, когда подойти, все собиралось. И каждый мог обратиться с каким-то, со своей историей, что-то там старшее объясняли. Вот, и в это же время, в это же время, а что такое, что такое муровокзал тогда, да, это несколько паромов. Вот, это, прежде всего, поляки. Они приезжали с огромными кутулями, здесь что-то такое, продавали на валюту, еще что-то, еще что-то. И для нас, разумеется, это был предел там, ну, никто тогда не думал о джинсах, да, потому что не было таких, таких запросов и таких сумм, да. Это жевательная резинка, какие-то фломастеры, то есть, ну, мы понимали, что это уже, это уже можно отнять. Вот, поэтому на фарцовщиков, которые там, на валюту у них покупали что-то, ну, они бы нас там размазали бы, да. Вот, а были же и минки-фарцовщики, которые значки Ленина продавали, пионерские гауссуки, ну, тоже, значит, соответственно, за жевательную резинку. Вот тут-то мы и выступаем. Во-первых, у нас есть политическое преимущество. Ты что, Родину позоришь, да? Ну, для начала разговора, да? Но надо было подходить тогда, когда они что-то поменяли, иначе ты получишь эти же комсомольские значки обратно, да. Поэтому, значит, за ними наблюдали, и если они что-то такое меняли, да, и там что-то прятали, молодежь, да, то их где-то отлавливали и говорили, так, ну-ка, иди сюда, что такое? Вот, ну, и было два, то есть, во-первых, Родину позоришь, во-вторых, ну, куда сюда посмотреть, а что это за иностранщина такая? То есть мы это уже умели. Ну, а потом, слушай, а ты откуда? Ты сам-то откуда? И нам, допустим, садовые, откуда? Где это? А ты разрешение спросил, да? То есть, и уже это было такая, ну, это наша, это наша земля, да, наша территория. Ну, они, конечно, не были шпаной, они были теми, кто, то есть, у кого что-то можно отнять. Но иногда старшие, один раз я участвовал, были совершенно потрясающие. Вот эти поляки, а что это такое? Это идут там два-три поляка, у них какие-то кутули, а здесь и милиция и так далее, да. И они заходили вот сюда вот во дворы, туда вот во дворы, да, и там, значит, это все смотрели, значит, и у них уже такие серьезные фарсовщики все это покупали на большие деньги. Собиралось человек 15, ну, там, лет по 12, да, стояло где-то здесь вот так вот ждали, и ждали, когда зайдут. А старшие заходили, это проходные дворы с Гамонской улицы. Ну, вот, и тем была такая, значит, пошли, и, значит, вот такая вот толпа несется, толпа несется, ну, вот, с криками там, кто, говорит, менты, кто шухер, кто там, спасайся и так далее. Ну, иностранец. Ну, ты, какой бы ты ни был в полях, да, ты, ну, ты в чужой стороне. Плюс ты знаешь, что ты делаешь что-то, ну, не то, да. И в этот момент, то в руках у них, может быть, джемпер, где-то какая-то, значит, кутуль какой-то был. И вот эта вот толпа, значит, все это сносила, из рук вырывала, кутули хотела, и, значит, и убегала. А с той стороны уже стояли старшие, говорят, так, все, 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 ребят, все хорошо. Но мелким ничего не доставалось? Нет, ну, что-то такое нам давали, но это на уровне, там, блок сигарет, еще что-то такое. Но это было не про деньги, это было про... Ну, понятно, это было про драйв. Да, про драйв. И здесь я получил первый, первый такой вот урок зарабатывания денег. У метро Васильостровской Эскимо продавалось за 11 копеек. У меня была одна копейка. Мне не хватало всего лишь. И мне так хотелось это Эскимо, я подошел к старшему, где-то, наверное, такой, его звали, то ли кадет его звали, как-то так. Я говорю, слушай, ты не можешь мне в долг дать 10 копеек? Он говорит, зачем? Я говорю, ну, хочу Эскимо. Он говорит, слушай, ну, это неправильно. Ну, давайте в долг 10 копеек. Я тебе скажу, где можно заработать. И я как бы думал, что сейчас там скажут школу, там, мы подойдем, там, ну, там, и так далее. Он говорит, иди на Андреевский рынок. Его так называли там Андреевский. Где мы сегодня встречались. А там, там до сих пор пол такой, ну, крошка мрамора такая, да? А в советские годы он посыпался какими-то полутряпками, полу какими-то опилками и так далее, для того, чтобы впитывалась грязь. Если человек, допустим, случайно ронял 3 копейки и так далее, то, ну, в этой грязи он не поднимал. Он говорит, иди и пошарь, там точно лежит. И я, значит, несколько часов ходил и вот так вот, вот так вот шарил, 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 шарил. Так вот, я набрал не 10 копеек, а я набрал 27 копеек, 27 копеек. И на 28 копеек около станции метра Васильостровская. Я купил самое козырное и самое дорогое тогда мороженое. Это орехи в шоколаде. Ну, это примерно как хотел купить «Жигуль», а купил «Роллс-Ройс». И я когда покупал, я понимал, что ну вот все, и я его ел. И я на всю жизнь тогда вот, то есть я как-то, ну, я не анализировал, конечно, что произошло, но вот это был правильный очень урок. Ну да. Я не в долг дам, я скажу тебе, где, да? Скажи, пожалуйста, вот вопрос с радиацией. Как-то что-то вот ты встречалась в твоей жизни здесь, в Сан-Масильском острове? В смысле? Ну что, вот здесь вот радиоактивные какие-то точки есть? Нет, такого я никогда не слышал? Тогда мы и не слышали, а потом я к этому и иронично очень отношусь. А как вот ты относишься, расскажи, потому что, ну, у меня здесь прошла определенная часть моей жизни, как бы, во-первых, вот там, на Гаванской улице у меня, привет, Кириллушкин, он сейчас в Штатах живет, у него там была квартира двухкомнатная, он охранял библиотеку. То есть сейчас библиотеку словарей, сейчас это кажется странным, потому что вот это еще до интернатной эпохи, а там была богатейшая библиотека словарей, и вот его туда поселили, ну и одна комната была свободная, поэтому мы все время туда приезжали. Я помню, у меня была такая девушка Ксюша, у меня не было ни копейки денег, она работала с иностранцами как раз, и у нее они водились, и мы постоянно привозили пельмени и пиво. И как-то раз он говорит, а что, мы сегодня пиво и пельмени не купим, вот, и рассказывали, что здесь, мол, типа, собаки постоянно болеют, там, у людей рак. Я думаю, что это естественная такая мифология, но основно так, вот берем сейчас примитивный счетчик Гегера, идем на набережную, на дворцовую набережную, и вдруг он пощелкивает. Мы это снимаем и даем заголовок. Дворцовая набережная излучает радиацию. Пам-пам-пам, это счетчик Гегер, я ее купил тогда-то, вот, смотрите, вот, значит, какая-то. И я уверяю, что там 500 тысяч людей, они примерно на 20 минут будут опасаться дворцовой набережной, потом это пройдет, да. Это вот такая вот история, да. И она рождается не по поводу радиации, а просто она вот, ну, она рождается по поводу всего, да. Потом она обрастает какими-то слухами, но ни у кого же не возникает желание найти физика или геофизика и просто спросить его, слушай, так, и так, и так, вот там-то говорят, что умирают собаки. Тогда он скажет, слушай, ну, если там-то-там-то часто умирают собаки, то почему я не вижу там валяющихся людей постоянно? Ну, и так далее, да. То есть, продолжим. Понятно. А какая наша следующая точка будет? А наша точка следующая очень важная. Отсюда, отсюда мы всегда примыкали к тем, кто на линиях живет линейном и на проспект проспектовом. Для того, чтобы драться с Петроградскими 5 мая каждого года. Но никто никогда, то есть до Кокирова иногда мы забегали, хотя это не наша территория, сюда приходили, ну, как бы с Васильевского гавань. Но никто никогда не смел зайти на угол кожевенной линии в Дункин-тупик. Дунькин-тупик. Это такой был Дунькин-тупик, это что-то такое было, ну, как фронт, наверное, да, вот, реальный. И это всего лишь один дом огромный. И там вот эту небольшую группировку Дунькин-тупика, да, по большому счету, ну, тогда нельзя было говориться боялись, опасались, да, это тонкость речи, но боялись и гаванские, и линейные. Мы сейчас подъедем туда, и я расскажу, как один раз они выручили весь Васильевский остров. Ну, а я тем временем скажу, что вот этот морской вокзал хотели снести, его отстояли, слава богу, и у меня, конечно, с ним связаны воспоминания. Я вырос на севере Ленинграда, а потом Петербурга, и я сюда попал, мне было лет 17, это, кстати, есть в моем романе «От Киська до штанги», я обалдел вообще. Наверное, с той поры я понял, что Петербург мой город, я даже не догадывался, что у нас есть такие просторы, что у нас есть вообще море и так далее, потому что... Нет, это вообще серьезная советская архитектура. Это прекрасная советская архитектура, и слава богу, что она осталась. Ну, ладно, мы, как обычно, сейчас катнем и поедем. Так, подожди, вот скажи мне, вот если бы тебе в те годы сказали бы, что пройдет какое-то время, и здесь вместо завода будет место, где будут продаваться хот-доги, где люди с цветными волосами, сережками в ушах будут ходить за чем-то... Это даже не в то время. Дело в том, что Севкабель и все остальное сотворил такой бизнесмен очень известный, Александр Эрнестович Вознесенский. Это мой очень-очень близкий друг. Он сам с гаванской шпаны, он просто на 10 лет меня младше. И когда он задумывал это, я ему говорю, а это было там не 50 лет назад, это было 8 лет назад. Я говорю, Саш, ты сумасшедший. Это кожевенная линия, это косая, это дуньки, это проклятое место. Ну если тебе пару миллиардов некуда деть, ну ты скажи, ну мы что-нибудь, по крайней мере мы гульнем и так далее. И когда он это сделал, я говорю, Саш, ну что я могу сказать, все, считай, не считай, я не встану, как в боксе. Вот, а мы были у муровокзала в садике, и там еще чем хорош был садик? Там как к нему ПМГ не подъедет, милицейская, ну шансов нету, все разбегутся. Если приходил Дьяков, то бежать было нельзя, но так это кустами-то, то есть бежать было нельзя, да, но скрываться было можно. А вот это и есть дунькин тупик. Это огромное здание, оно дореволюционное для такого, ну, наверное, мастерового пролетариата Балтийского завода было сделано. Потом это были общежития, потом это какие-то полуквартиры, полуобщежития. Так вот, еще в конце 90-х годов, 90-х, прошлого тысячелетия, в 37-м отделении милиции в дежурной части висела бумажка. В Дунькин тупик выезжать только усиленными нарядами. Это в конце 90-х это было. То есть здесь какие-то были какие-то блатные, здесь какие-то были беговые, здесь какие-то на 38 комнатах всего одноуборные и так далее, и так далее. А в 70-е годы, да, те пацаны, которые здесь жили... Ну, кстати, подсними вот там знак Асавиахима. Да, да, совершенно верно. Он висит, видите, здесь еще? Да, это уже, да, это уже 20-е, конец 20-х годов, наверное, да? Да, до военной. Вот. Соответственно... Да, да, да. Нирвана. Кстати, вот это написал знающий человек. Дракс, 90-е, на Дыбенко. На Дыбенко действительно был огромный рынок, где продавали наркотики. Я когда снимал проходку уже вот предыдущую, да, про 90-е, про улицы разбитых фнарей, конечно, подошел человек и вот ему рассказывал про это. И у меня там институт неподалеку жил, я сам жил на большевиков. И вот эта вот группировка Дунькиных, она собиралась, естественно, на бомбоубежище. Где же еще? То есть, если кто-то хотел с ними поговорить, хотя бы разговаривать было опасно, они сидели очень особняком, вот, то нужно было, ну, как-то так вот... С почтением. С почтением подняться вот по тем же, по тем же ступенькам. А это уже все, все, вот он, Балтийский завод. Да, да, да. И вот он, огромный дом. Вообще, на Васильевском острове было три дома, выделялось. Это китайская стена, как мы говорили, на проспекте Кима. Ким, это не про Корею. Ким, это коммунистический и национал молодежь. Это 48-й дом на Среднем проспекте, он огромный. Кстати, в группировке был режиссер Мисхиев, он из 48-го дома. Ну вот. И Дунькин тупик. Но если те были вот такие вот дома крутые, то Дунькин тупик был страшный. И они никогда не были на салютах. То есть, как бы, ну, без нас. И однажды пошли драться не с петроградскими, а кто-то что-то на площади труда, там, какие-то центровые, там, сейчас. А центр был такой, то есть, отношение Васильевского островцев к центру было там, какие-то мажоры, там, бетлы, там, что-то такое-то, там, маменькие, сынки и так далее. Перешли мост лейтенанта Шмидта на площадь труда, нашли их, а это оказались не из Адмиралтейского района тогда, Октябрьского, а с улицы Шкапина и Розенштерна. Розенштерна. Это такие... Еще за обводным, короче. Да, за обводным каналом, это такой пролетариат, это Роман Горького, мать. Там либо отец в три смены, либо сидит, вот. Били они нас, то есть, они по нам проехались, били, как конь копытом, мы еле унесли ноги. То есть, ну вот, то есть, если мы дрались, то эти били по-настоящему. И мы так не поняли потом. И второй раз, то есть, мы должны были ответить. И когда сидели у морвокзала, старшие так... Не надо как бы в дунькин-туньк к этим. И суда, значит, меня не было, но я знаю, что приходили старшие, что так и так, вот, как бы, с пониманием, вот такая ситуация нехорошая возникла, значит. А их было человек 12 всего лишь. То есть, тут не было там сотен каких-то. И они говорят, ну ладно. И вот они, то есть, это была такая история. Мы знаем, что сначала шли там несколько рыцарей, там, человек 20-16, а за ними пехота, да, так сказать. И вот они как рыцари пошли, значит, и они пошли лупить, значит, шкапинских. То есть, они первые были. Вот такая слава. А шкапинские там просто тусовались? Нет, они тоже почему-то... Вообще, на салюты, то есть, как бы... А, это салютная история, все, я понял. На салютах дрались. Ну, допустим, Невский район шел к Уладарскому мосту. Там тоже были Ткачевовские, Елизаровские и так далее, да. То есть, они, многие в Центр не доходили, да, все, кстати, салют же с Невы был везде виден, да. Вот. А центровые, то есть, Василиостровские и Петроградские, да, они как бы... Потому что Центр не ходил на драки. А мы между собой ходили совершенно там, либо мы ходили за, я покажу, за стадион Ленина, либо они собирались в Александровск саду, и там были целые планы. Кто на трамваи подъедет, кто... То есть, там все, это буквально было, вот так рисовалось, значит. Буквально сегодня... Телефона уже не было. Сегодня я рассказывал про эти гайды рощи на революционной, вот тебя бы туда, чтобы... Дополнит рассказ уже более-менее современная история. А почему Дунькин? Историю молчат? Нет, если мы посмотрим в интернете. Да. Ну, какие-то не мимы, да, а какие-то там воспоминания и так далее, что там, что где-то в 20-х годах жила какая-то Дунька, а Дунька была бандершей, то есть, типа, золотой ручки. Но это, опять же, да, то есть, наверняка какая-то Дунька жила, но она была не бандершей. Вот, но вот я вообще не думаю, что такие вещи можно восстановить исторически, да. То есть, если историк не может отвечать на вопрос, значит, Дунькин тупик и точка, да. Понятно. Куда мы, какая наша следующая точка? А дальше мы поедем на, это у нас 15-я линия, такой легендарный садик, вот, там, где была группировка Донских и где жил Крывайчук, великий пианист и композитор. Я расскажу, как за него блатные впряглись один раз. О, потрясающе, пойдем. Сейчас, подожди, Женя, я проскочу, видел бы ты автора вот этих вот рисунков, вся, вся в татуировках, вся в татуировках с такими огромными дырками в ушах. Девушка, она висит, люблю, но у нее много работ по городу. Она нашла место, да, такое очень правильно. Петр Первый, может быть, и планировал город и Васильевский остров, да, как три линии, еще практически 30 линий. Но, все-таки, центр Шпаны, он был в центре Васильевского острова, если мы посмотрим на карты, это практически центр, и это был вот этот садик. Его, он никогда не назывался, он так назывался, садик на 15-й. Ну вот, и, что это такое? Первое, здесь была отдельная, совершенно здесь Донской переулок идет, его практически не видно, поэтому они были Донские. То есть, это была такая единственная маленькая группировка по переулку, такого не было. Мне, кстати же, когда я называл улицу Репина самой узкой, мне сказали, что Донской самая узкая улица. Ну, тут надо мерить, можем пойти. Вот, и здесь собирались старшие, то есть, здесь собирались уже уголовники, да, как бы цвет. Вот, они все, ну, соответственно, скамейки мы давайте поменяем на советские скамейки, да. Здесь стоял турник, вот, и здесь было несколько скамейок, и здесь сидели блатные. То есть, это уже засиженный ходил, кто-то говорил там слово, там, Москва, Варшава, то есть, ну, это, они сюда не приходили, но это были, это ЦК КПСС, там, и так далее, да. Вот, вокруг мамы, там, гуляют и так далее. Ну, вот, каждые выходные происходило некое действие. Сидело 3-4 человека, они не выпивали никогда, там не было шума никакого, то есть, все знали, кто они такие. У одного был такой кулёк из грубой советской бумаги, килограмма на полтора такой кулёк, а в кульке лежали дорогие конфеты. Конфеты, белочка, каракум, мишка на севере, они стоили 8 рублей килограмм. Это было дорого для среднего советского человека, дорого. Мы бегали всегда в булочную, да, и смотрели, вот как бы там, и вот мы, вот мы, вот посмотрели, да, так сказать, вот такие. Мы мечтали иметь, у них лежал этот кулёк. И пацаны, не уличные, не группировщики, а вообще пацаны, они могли подойти, и он давал. Я специально взял, ну, как бы это, конечно, не те. Вот, на, на, вот, это что такое? Это было такой форс бандитский, это была такая реклама, да. При этом мамы, которые гуляли здесь, да, они это видели. И не было никогда такого, что там прекратите, там, пожалуемся. Ну, как бы, это была традиция, вот, ну, который вот... Я представляю сейчас, мальчик, куча шкала. Да-да-да. И наряды, и наряды, с вами такие, мигалки, собр бежит. Вот, это здесь. Вот, и здесь ещё была, ну, как бы, здесь ещё такое место есть. это вот там вот мы посмотрим здесь такой вход видите такой проем действительности это всегда называлась вечная дыра почему вот я вам даю слово с конца 60-х годов а значит и раньше каждые два года там вырубали такой вот вот кусок стены просто выламывали да и люди ходили туда каждые два года его заделывали и каждый и по сразу вырубали в конце то есть сколько это происходило на 20 раз кто это вырубал кто ломал это люди назовем так люди и в конце концов там лет там может 20 назад сделали вот такую вот такую штуку да то есть когда власть власть мы пойдем подойдем она смирилась что ну как бы ну ну придется для того чтобы власть смирилась нужно было допустим лет 30 а это все вот буквально вот-вот видишь даже вот вот это все выламывалось да да я кстати здесь вот у меня есть маршрутную почему-то здесь они водил людей теперь надо будет сводить конечно вот это вечно можно можно считать что те люди которые приедут сюда и пройдут под вечную дыру они что-то может получит такой хороший вот здесь сейчас нету иногда здесь был такой один из главных такой володя нос вот вы допустим приходите сюда там захотели посмотреть этот садик приходите и видите такого с бородой такого опасным лицом ну и у него здесь вот так вот перстень наколота и собака это володя нос и если вы подойдете к нему небольшого роста такое опасное лицо бородка пьющий здесь четыре перстня смело по и володя добрый день здорово тоже парилия положение и чего вы все знаете вы покажите он с большим удовольствием туда скажут вот здесь вот здесь вот жилосириец сапожник вот там вот вор в законе бухара и так далее так далее он просто за это вы купите ему бутылочку водки и шоколадку будет такая такое краеведение у вас здесь еще один код сейчас мы пойдем посмотрим я расскажу в том числе здесь мы видим олега каравайчука вон написано о каравайчу да о каравайчик олега каравайчука на рояле и это абсолютная правда олег каравайчук жил мы соответственно вот там его до жизни да и сам олег каравайчук живут в этом доме здоровом он жил на пятом этаже я одно время жил на четвертом этаже и олег каравайчук был влюблен в мою тетку еще бы немножко я бы водил бы вас по олегу каравайчук он всегда был вот вот я его смотрю в ютьюбе когда нужен там не знаю когда он уже взрослый да вот это берет какая-то шинель пальто это так вот игру в семидесятых годах один в один было все его вся шпана знала что он каравайчук знала что он композитор и все значит за ним бегали вот каравайчук кровать это была такая местная достопримечательность вот кто-то там берется с него тут еще что такое ну вот такие вот такие но неприятные для взрослого шалости и однажды он туда на скамейке а мы тут гуляем с донскими значит дружим туда-сюда и нас зовут там старший зовут человек там восемь подходим там сидит такой ну лет двадцать пять и говорит значит так лютый мне лютый мне сказал что если вы еще раз каравайчука заденете он гений он с меня спросят если лютый с меня спросят и а а дальше лучше лютый это был такой вот вор вор по какой-то причине по какой-то причине он вот как бы понял кто такой олег каравайчук лютый не слушал классическую музыку и так далее и олег каравайчук пошел в дк кирова на танцы кому за 30 зачем он это сделал разумеется он тут же получил все что ему полагалось и и там был лютый лютый положил несколько человек на танцах этих и он по по васильевскому кинул этот ключ кто каравайчука тронет будет и места и все грубо говоря вся его ветвь власти она передавала шпане не дай бог каравайчук отродите да и с этого момента ну кто-то там может быть смеялся но каравайчуку уже не подходили вот такой вертикаль огромнейшая история так следующая точка наша какая мы можем подъехать к тучковом мосту и там закончится да все ребятки направляемся к тучковом мосту тучков мост герой фильма балабанова по нему разъезжает трамвай ну а я кажется знаю о чем то сейчас тут уже мы же начали с маленького пешеходного мостика да заканчивая мостом мостом через этот мост каждая 5 мая переходила василь островская шпана на своей территории никто не дрался было несколько драк за биржей но это случайно переходили туда и дрались за стадионом там пустыри тогда были и так далее дрались там это было такое действие которое было похоже уже на около футбола при этом вот я допустим в конце 70-х я уже ну уже отошел я уже в спорте весь и так далее так далее вот но ну как бы ну как вроде бы уже не с ними но так как с ними да мы ходили драться рядом всегда 100 шли старшие после притом об знали количественный состав примерно 60 70 человек если бы сейчас была бы драка 70 на 70 там это был бы евро news все то есть песков бастрыкин там бортников как бы это знали тогда это была норма василь островские менты знали петроградские знали они подъезжали кое-кого отлавливали от них били значит в сорок третьем отделе в семнадцатом этих били в шестнадцатом в тридцатом так воспитывали это была какая-то норма пожаловаться на мента было нельзя это было невозможно почему сегодня ты на мента написал а завтра поэтому терпи а потом говорили но они же правы и мы же тоже как бы не ангелы ходили старшие я помню идем обратно а между прочим эти самые пешеходные мостовые были еще деревянные на на тучковом мосту и как бы идут старшие как смотрят они не дрались никогда ну и кто-то такое значит а вот мы там сопли утирает я помню такую фразу он говорит чем вы когда мы дрались мы лошадям ментов зубы выбили а вы пару раз попали там куда-то на слабого иногда прыгали с первого пролета в него это же было как бы нормально раз здесь стояли метеора да можно которые в кронштадт уходили здесь сюда ну как бы не все прыгали но вот кто-то кто-то прыгал ну так ну слабо а потом солнышко вот и здесь я получил такой урок урок кстати вот этот урок он важный как известно тогда на стадионе и выпивали и пиво и курили это все было нормально соответственно все оставляли бутылки матч сколько бутылок каждая бутылка 12 копеек 20 копеек и так далее и была там своя мафия которая держала все эти бутылки и между прочим это не изученный не изученный мир сколько они зарабатывали один раз нас посылают воровать бутылки мы должны бы нам сказали где они лежат и мы там условно говоря ящиков там 50 украли бутылок уже приготовленных но если бы поймали этого значит мы маленькие бить бы сильно не стали а менты нам ничего не сделают потому что это левак и так далее я и мне дали 5 рублей в одной бумажке 5 рублей это как сейчас вот вам чемодан открываете а там доллар доллар я нес эти 5 5 что я делаю я делаю самую необходимую вещь я иду на седьмую линию магазин табак а там на витрине лежат такие сигары кубинские они все были в вензелях и в золоте я совершенно четко понимал что такие сигары курят только пираты и короли они стоили ровно 5 рублей ну совершенно незаменимая вещь так как не продавать не продавали пацанам я значит ловлю мужиков говорю у меня папа болеет он сигары хочет но практически так сказать как ухи хочет да не могли бы вы купить и так далее все смеются вдруг проходят птушники какие-то дают мне леща забирают 5 рублей и уходит то есть это катастрофа то есть вот вот как живут пираты и вот я я бегу на садик на 15 линии где мы были ну за за правдой там сидят что эти самые старшие я говорю так и так вот ну несправедливость мир несправедливость он говорит обожди я я хочу чтобы они как бы сказали но мне вернули 5 рублей уже говорю из какого пт у я уже все выяснил он говорит обожди я сейчас скажу сколько ты заработал поэтому не понимает меня грудь не я заработал вот отобрали 5 рублей я же бутылки там тогда до сюда в это божди посмотри ты горит на всю жизнь получил урок что заработать намного легче чем сохранить и за это ты заплатил какие-то пять рублей вот в тот момент я не понял а когда вырос я понял и заканчивая когда уже меня перебросили в 16 отделение по по малолеткам то там собирались в румянском саду линейная шпана и я как бы ну во-первых я молодой а потом тот же дьяков Вячеслав Михайлович он являлся некий такой иконой для меня и один раз сам того не ведая я собираю эту гопоту и говорю румянцевский садик и линии вас боятся они должны бояться только меня и я понимаю что якобы я закольцовываю я говорю то что говорил он мне друзья мои хочу по традиции напомнить о книжечках которые есть в продаже путеводитель Невский с перцем замечательно иллюстрированные издания каждый дом можно читать безотносительно истории Невского проспекта это фактически история страны сквозь историю главной улицы столицы российской империи книга про пиар во время русско-японской войны с не менее богатейшим иллюстративным материалом рассказывающий как япония провела грамотную пиар-компанию и как она грамотно подготовила войну и острый социальный роман корень немножко про другую эпоху конец 90-х начал нулевых но людям нравится художественные произведения ну и также напоминаю что идут экскурсии у нас в петербурге как правило это пятница суббота воскресенье и раз там в пятилетку заезжаю в москву все необходимые анонсы вы можете посмотреть на сайте ссылку там внизу если вы покупаете книжки в конце экскурсии естественно я их подписываю друзья мои я запустил свой авторский видеокурс как стать гидом это именно методика довольно короткая я специально для вашего удобства размещу внизу ссылку уже на текст который описывает что это и зачем оно вам надо или наоборот не надо автор лица нашей родины я приеду в начале июня будет аж 4 экскурсии четверг пятница вечером и 2 в субботу потому что в следующий раз я приеду москву уже только 1 июля чтобы вдарить по клавишам в прямом смысле этого слова конкретно по струнам у нас будет концерт и это будет не просто концерт это будет ну такой творческий вечер по сути а 30 июня будет то же самое только в петербурге в клубе ионотека билеты уже есть можете потихонечку их приобретать увидимся оттопыремся ну что женя большое спасибо за очередной увлекательный рассказ я надеюсь может быть не последний раз вы оставляйтесь ваши комментарии там мы с вами конечно же еще увидимся и оффлайн и онлайн пока